Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ирина Шухаева, и мы начинаем цикл бесед, посвященных прозаическому наследию Александра Александровича Блока, гораздо более известного как поэта, драматурга и немного менее известного как замечательного прозаика, ну, наверное, потому что чисто таких правильных прозаических произведений, как рассказы, повести или романы, он нам не оставил. Сам своей прозой он называл, свои статьи, письма, эссе, рецензии, всевозможные выступления, то есть его прозаическое наследие достаточно огромно, на самом деле, интересно, и, безусловно, всем тем, кто хорошо знает Блока как поэта или как драматурга, будет интересно об этом послушать, с этим познакомиться, потом самим почитать, потому что, ну, ничто, наверное, лучше не раскрывает творческую мастерство, самого автора, передает так дух его произведений, как его собственные мнения, высказывания, комментарии, которые иногда бывают проще и понятнее, чем сложные исследования литературоведов, которые тоже нам, конечно, нужны, но нужны больше литературе как науки, а не литературе как жизни, за которую отчаянно сетовал Блока во многих своих произведениях, и мы с вами об этом отдельно поговорим, потому что его высказывания о слове, о музыке, об образе, о том, какими должны быть отзывы и какова ответственность писателя перед самим собой и перед читателями, перед народом, очень интересны и очень современны. Родился Александр Блок, я вам напомню, в 1880 году в Петербурге, спустя 43 года после смерти Пушкина, 10 лет после смерти Тетчева, буквально несколько лет после смерти Некрасова, я не случайно называю вам этих поэтов, Блоку досталось сложное время и сложное отношение его современникам к этим титанам, и эти поэты оказали на него огромное влияние, о чем он тоже написал в своих работах, о чем мы поговорим. Вообще был человек очень живой, живущий каждую секунду, смело и откровенно пишущий о том, что его волновало не только в своих стихах, но и в своей огромной литературно-публицистической деятельности и в выступлениях. Умер Блок в 1921 году тоже в Петербурге, прожил он всего 41 год, оставил нам около 800 стихотворений, более 70 литературных статей, блестящие драматургические произведения, 2500 писем написал Александр Блок своей жене Любови Дмитриевне, как вы знаете, которая была дочерью Менделеева. В то время не было ни интернета, ни телефона, практически еще ни у кого. Потребность в общении у творческих людей вообще велика, у влюбленного блока она была просто огромна. Тоже отдельную программу мы с вами посвятим тем суждениям интересным, оставив в стороне ту личную часть, которая нас с вами, в общем-то, не очень касается, а вот его суждения о театре, об эпохе, об отношениях, опять же, об ответственности людей друг перед другом, которые он в письмо к жене высказал, мы тоже затронем и тоже об этом поговорим, потому что это очень интересно еще и тем, что здесь же мы поговорим об отношении блока к театру. Был он сам драматургом, знал жизнь и закулисную, и жизнь того творца, который создает драматические произведения, поскольку считал драму, ну, таким самым, наверное, высоким видом искусства слова, которое только может быть. Жена его, Любовь Дмитриевна, в конечном итоге выбрала карьеру актрисы, довольно-таки успешной, и как бы ни складывались их отношения, легендарную поэму «12» публично первой исполняла именно она. И близости общения со Станиславским, с Мирхольдом, с их системами, со всем тем, что творилось на сломе в театре, на сломе эпох, да, театра буржуазного, интеллигентного и театра народного, все это нашло свое отражение в произведениях блока. Вот так вот, чуть-чуть вкратце такая нам с вами достанется для разбора интереснейшая личность, несмотря на достаточно короткую жизнь. Итак, я немножко вам напомню Александра Блока в его высказываниях, или, может быть, что-то расскажу вам впервые. Итак, «Гибель не страшна герою, пока безумствует мечта», – говорил Александр Блок. «Дело художника – восстанавливать связь, расчищать горизонты от той беспорядочной груды ничтожных фактов, которые, как бурелом, загораживают все исторические перспективы. «Жить стоит так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни. И снова бой, покой нам только снится», – и это тоже Александр Блок. «Искусство, как и жизнь, считал Александр Александрович, слабым, не по плечу. Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Прямая обязанность художника – показывать, а не доказывать. Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно. «Сотри случайные черты, и ты увидишь, жизнь прекрасна. Я сегодня не помню, что было вчера». И это тоже Блок. «Тот, кто поймет, что смысл человеческой жизни заключается в беспокойстве и тревоге, уже перестанет быть обывателем». Вот здесь Блок, наверное, так сильно восходит к своему любимому Тютчеву и к Фету, и где-то к философии Паскаля о том, что действительно человек вовсе не родился для того, чтобы как-то спокойно где-то пристроиться и греться. Нет вечное сомнение, вечная тревога, вечные поиски. Это то, что присуще людям, и Александр Блок во всех своих осуждениях был честен, откровенен. Если там будем говорить дальше о теме революции, которая по началу общественной жизни его как бы мало интересовала, он был из такой семьи, которая могла себе это позволить, то когда он серьезно огляделся на жизнь страны и стал принимать во всем абсолютно живейшее участие, то честно говорил обо всем, что думает, совершенно не стесняясь того, что когда-то он высказался чуть-чуть иначе, или его мнение идет вразрез с общепринятым течением либо символистов, либо декадентства, либо еще чего-нибудь. Как любой гений, я часто это говорю, он не форматируется, он остается верен самому себе, и, наверное, именно поэтому так долго остается интересным людям, остается интересно нам с вами и людям его творчество. Блок писал, что Россия – молодая страна, и культура ее – синтетическая культура. Русскому художнику нельзя и не надо быть специалистом. Писатель должен помнить о живописце, архитекторе, музыканте, тем более прозаик о поэте и поэт о прозаике. Вот такие важные мысли высказывает Блок, и вот эта идея синтеза культуры, вернее, даже не столько синтеза, сколько как понимание того, что вот эти все творческие процессы, попытка отразить, отобразить, преломить действительность, что-то понять и переосмыслить, не может быть очень четко разграничено между поэзией, прозой, музыкой, живописью, архитектурой. Все это проявление одного такого духа, одной такой сущности, и более всего, наверное, место его творчества занимало именно образ музыки. Об этом мы с вами чуть попозже поговорим. Итак, я вам напоминаю, что Александр Блок родился и практически всю свою жизнь прожил в Санкт-Петербурге. Немного бывал он за границей. Сам он писал о своей семье. Моя мать Александра Андреевна по второму мужу Кублицкая Пиоттух переводила и переводит с французского стихами и прозой Бальзак, Югоф, Лабер, Золя, Носсе, Даде, Бадлер, Верлен, Решпен. В семье отца литература играла небольшую роль. Дед мой, Лютеранин, потомок врача Алексея Михайловича, выходца из Мекленбурга. Женат был мой дед на дочери новгородского губернатора. Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета по кафедре государственного права. Он скончался 1 декабря 1909 года. «Специальный ученость далеко не исчерпывает его деятельности, равно как и стремлений. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист. Отец мой считал себя учеником Флабера». Вот такая научно-литературная семья досталась Александру Блоку. Можно смело сказать, зачем-то, видимо, как пишут иногда биографы, автоматически. Он поступил на юридический, пытался учиться на юриста, но быстро с этим делом завязал и, естественно, получил уже образование по филологической специальности. Поскольку, как писал он сам в той же своей автобиографии, «сочинять я стал чуть ли не с пяти лет. Гораздо позже мы с двоюрными и троюрными братьями основали журнал «Вестник» в одном экземпляре. Там я был редактором и деятельным сотрудником три года». Вот, между прочим, обратите внимание, детское увлечение примерно действительно пяти-шестилетнего возраста. Александр Александрович начинает писать и издавать отдельное издание, и на три года ребенка хватает в этом детском увлечении. Ну, конечно, никаким он не мог, в общем-то, наверное, быть юристом. Детство, как он сам говорит, прошло в семье матери. Отец уехал рано в Польшу. В семье любили и понимали слово. В семье господствовали старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Меня в семье никогда никто не преследовал, ничему не давили. Все только любили и баловали меня. И он сам называл себя в третьем лице торжеством свободы. И, как говорят исследователи, наверное, последний такой русский поэт, который принадлежал к такой старой, ну, сказать, классической дворянской интеллигенции. Титул дворянства был получен одним из предков Александра Блока за медицинскую службу. Это был очень талантливый лекарь. «Я до отчаяния ничего не понимаю в музыке», – писал Александр Блок в письме к своему другу Андрею Белому. «От природы лишен всякого музыкального слуха. Не могу говорить о музыке, как об искусстве, ни с какой стороны. Таким образом, я осужден на то, чтобы вечно поющее внутри никогда не вышло наружу». 23 года делает Александр Блок такой грустный вывод о своей немузыкальности. И тем не менее, образ музыки, музыки именно как сущности мира, как сущности духовной, никоим образом не как искусство со своими, так сказать, техническими понятиями, ну, теорией, практикой. Именно та самая вот музыка, как непонятное загадочное явление под влиянием Вагнера, Ницше и Ауэрбаха, конечно, сформировалось такое отношение к музыке не только у Блока, но и у всех символистов. Но именно его это затронуло настолько, что о музыке он говорил постоянно и в прозе, и в стихах, и очень интересно и живо делал это в своих прозаических наблюдениях. Вот небольшую цитату я вам сейчас прочитаю из работы Александра Блока «Крушение гуманизма». «Есть как бы два времени, два пространства. Одно историческое, календарное, другое исчислимое, музыкальное. Только первое время и первое пространство неизменно присутствуют в цивилизованном сознании. Во втором мы живем лишь тогда, когда чувствуем свою близость к природе, когда отдаемся музыкальной волне, исходящей из мирового оркестра». И с образами музыки Блок будет связывать и решение вопроса об отношении интеллигенции и революции. Вы знаете, что всего два поэта Блока Маяковский и революцию 1917 года приняли безоговорочно. И во всем том, что происходило, все, что он видел, Блок бесконечно описывает музыкальные темы произведения, призывая всех слушать музыку революции. И отвечая так в двух словах на вопрос, может ли интеллигенция работать с большевиками, он говорит, да, может и обязана, потому что они одинаково музыкальны, они одинаково музыкально чувствуют мир, народ и потребности своей страны. Очень интересно вот это вот развитие темы, как музыка, масса, стихии, как двигатель, культуры. Крушение гуманизма тоже все проходит через ряд музыкальных образов, и это будет темой нашей с вами отдельной беседы. Далее Александр Блок очень волновал тот разлад, который происходит с человеком и природой, который он наблюдал в начале 20 века. Пока мы рассуждали о цельности и благополучии, о бесконечном прогрессе, оказалось, что высверлены аккуратные трещины между человеком и природой, между отдельными людьми, и, наконец, в каждом человеке разлучены душа и тело, разум и воля. «Человеческая культура становится все более железной, все более машинной, все более походит она на гигантскую лабораторию, в которой готовится месть стихии. Растет наука, чтобы поработить землю, растет искусство, крылатая мечта, таинственный аэроплан, чтобы улететь от земли, растет промышленность, чтобы люди могли расстаться с землей». Вот такие мысли высказывает блог в своей работе «Стихия культура» о его предчувствиях, о его тревоге, о том, что культура стала цивилизацией, а цивилизация стала бездушна. Мы обязательно отдельно поговорим. Некоторым, можно сказать, поводом к таким серьезным его рассуждениям стало известно и печально землетрясение 1909 года в Италии, в Сицилии, когда Калабрия и Мессина буквально за несколько часов оказались стертыми с лица земли. И мы с вами поговорим о том, как в дальнейших своих работах блог был сначала потрясен теми лучшими проявлениями человеческого духа и поступков людей, которые там оказались и помогали. В Италии был высажен, как вы знаете, русский десант, там был Горький. Горький собрал очень много денег в помощь пострадавшим, за что итальянцы очень были ему признательны. Он действительно любил эту страну, где долго жил и работал. И блог совершенно потрясало, как быстро люди забыли об этом горе, как быстро они стали бездушными, какие политические игры и интриги начались на фоне таких катастрофических событий. И предчувствие стихии отдельную программу мы посвятим с вами именно мыслям блока о неблагополучии современного мира. И в декабре 1908 года блог напишет, что так или иначе мы все переживаем. Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Надо сказать, что блог был в Италии. Блог ездил по Италии и Германии. В 1911 году он путешествовал по Европе, был в Париже, в Британии, в Бельгии, в Голландии, в Берлине. В 1913 году последний раз он был за границей, в Париже и на Бискайском побережье Атлантического океана. В 1921 году Максим Горький и Анатолий Луначарский обивают пороги советского правительства, чтобы смертельно больного блога отпустили на лечение за границу. Но, как мы с вами знаем, к сожалению, этого не случилось. То есть блог видел мир, блог знал Россию. В 1916 году он был призван в действующую армию в инженерно-строительной дружине в районе Пинских болот. Он провел почти целый год. В мае 1917 года в составе Чрезвычайной следственной комиссии он долго работает над архивами царских допросов, как бы говоря, преступлений. То есть получает доступ к таким очень важным секретным документам, которые совершенно поражают его и воображение, и знания. И он пишет несколько работ, посвященных краху самодержавия. И его восторженное принятие революции во многом продиктовано тем, что слишком много он узнал о том, что творилось в недрах царского самодержавия. Наверное, если бы он знал, что творилось дальше, он был бы, наверное, более снисходительным. Анатолий Луначарский писал, что Александр Блок в одной из своих послереволюционных статей старался вникнуть в причины неприятия Октябрьской революции значительной частью русской интеллигенции. И вместе с тем объяснить себе, почему она этой революции не приняла. И главным объяснением он считает о музыкальность русской интеллигенции. Он утверждает, что тот, кто не умеет жить внутренней музыкальной жизнью и понимать музыкальную сторону вселенной и человеческого общества, не может понять революцию. Это вот к вопросу, насколько своей музыкой революции Блок заразил своих современников, так или иначе. Они все по этому поводу как-то высказали свое суждение. И дальше я хочу поговорить о том, что принимая революцию и много работая, Блок делает очень серьезное наблюдение. Вот посмотрите, какое письмо крестьянина он приводит в одну из своих статей. Только два-три искренних, освященных кровью слова революционеров, это пишет крестьянин, Блок подчеркивал, неведомыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, как, например, земля Божия, земля есть достояние всего народа, великое неисповедимое слово. Но это вот простое «все будет да не скоро» с бесконечным, как небо, смыслом. Все это означает, что не будет греха, что золотой рычаг вселенной повернет к солнцу правды, тело не будет уничижено бременем вечного труда. Наружно вид нашей губернии крайне мирный, пьяный по праздникам и голодный по будням. Пьянство растет не по дням, а по часам. Пьют мужики, нередко бабы и подростки. Козенки процветают, яко храмы, а хлеба своей в большинстве хватает немного дольше покрова. Вообще мы живем, как под тучей. Вот-вот грянет гром, и свет осияет трущобы земли. Это еще задолго до своего знаменитого современника Максима Горького, которого будет волновать вопрос о русском крестьянстве. Вот такие наблюдения, на такие народные суждения обращает внимание в своих работах Александр Блок. Ну и, конечно, знаменитые его работы о интеллигенции и революции, о том, как интеллигенция должна была принять революцию, чем она отличается от буржуазии, и как это все дальше может развиваться, по его мнению, это очень интересно, эта тема будет нашей отдельной программы. Вот как относился Блок вообще к сухим понятиям. Думая о школьных понятиях современной литературы, я представляю себе большую равнину, на которую накинут, как покрывало, низко спустившийся тяжелый небесный свод. Там и сям на равнине торчат сухие деревья, которые бессильно приподнимают священную ткань неба, заставляют ее холмиться, а местами даже прорывают ее. И тогда уже предстают во всей своей тощей неживой ноготе. Такими деревьями, уходящими вдаль, большей частью совсем сухими, кажутся мне школьные понятия, орудия художественной критики. Им иногда искусственно прививают новые ветки, но ничто не оживит гниющего ствола. Я специально привела вам это высказывание, чтобы настроить вас на то, насколько каждая статья или текст выступления, или письмо Блока пронизаны его живым восприятием, живым отношением к жизни, которое никак не укладывается в четкие ряды понятий, тем более, что понятия, как мы знаем, легко меняют одно другое. Сейчас я приведу вам уже в завершение нашей программы высказывание Блока, который привел в своем очерке Горький. Это произошло уже незадолго до смерти Александра Александровича. «Дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтобы верить в Бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в себя. Как опора жизни и веры существует только Бог и я, человечество. Но разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн?» У Горького и Блока были очень неоднозначные отношения, я вам тоже об этом расскажу. Но в конце концов они поняли, что сильно смотрят в одну сторону, несмотря на такую, так сказать, кажущуюся разность происхождений и литературных взглядов. Несколько раз они сталкивались, расходились, и вот уже после смерти Блока Горький, как он любил делать, собрал все-все-все, что он помнил о Блоке, слышал от него и написал о нем очерк. Умер Александр Блок, как я вам уже сказала, в 1921 году, оставив нам огромное литературное наследие, такое разное, и именно о его живом и настоящем отношении ко всем вопросам, будь то образ музыки, образ Родины, отношении к происходящим политическим переменам, его отношения к жизни, к смерти, к художнику, к тому, как он должен был прожить свою жизнь, и какие требования он предъявлял вообще к себе, как к художнику, именно в большом смысле этого слова. Все это всегда было честно, откровенно, удивительно, образно, пронзительно, и проза его чрезвычайно метафорична, художественна, потому что каждый вопрос он облекает каким-то образом, понятием, и это становится поводом для размышления и очень актуально сегодня. На этом у нас с вами сегодняшняя первая вводная беседа о прозаическом наследии Александра Блока и о основных вехах его жизни закончена. Всего доброго, до свидания.